Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем уроке вы увидите... Но прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Мы рады сообщить вам, что снова используем наш канал на YouTube и с целью его более быстрого развития планируем изменить способ, которым будем знакомить вас с нашими видеоуроками. Мы будем регулярно загружать один полный урок из каждого курса совершенно бесплатно на нашем канале, и каждый, кто заинтересуется соответствующим курсом, сможет приобрести его полностью по ссылкам в описании под видео. Курсы на нашем новом сайте будут дешевле, чем на предыдущем, потому что мы решили, что самое важное – это вы, наши зрители. Не будем скрывать, что сейчас мы сталкиваемся с трудностями, и будем благодарны каждому, кто сможет пожертвовать любую сумму. Оставляем ссылки для пожертвований на PayPal, Patreon и Revolute. Все пожертвования будут потрачены на покупку материалов – карандаши, кисти, краски, аренда помещения, где мы рисуем и другое. Будем рады, если кто-то из вас также станет членом нашего канала. Но даже если у вас нет такой возможности, снова благодарим вас за то, что вы с нами. Мы – одна семья. И не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк, поделиться видео и оставить комментарий. Спасибо вам! А теперь вы можете насладиться полным уроком из наших курсов. Напомню вам, как формировать букет из больших, средних и малых цветов. Итак, мы рисуем сегодня без фона. На белом фоне мы рисуем композицию с цветами. Два цветка находятся под разным углом друг к другу, плюс добавочные цветы. И поработаем с разным видом бутона. Бутона для того, чтобы показать вам, как преобразуется цветок в свой собственный. Сначала я покажу вам именно эти преобразования. Цветок классический рисуем, делаем овальчик. Делим пополам. Я сразу же рисую под наклоном, так как мы знаем, что прямо цветы не рисуются. Наклон делаем. Потом идем на 1 четверть примерно и рисуем наш бутон внутренний. От того, как вы его выберете, будет зависеть форма вашего цветка. Если вы возьмете вот таким образом бутон, будете рисовать вот таким образом. Сюда бутончик, в точечку, сюда. Это будет один цветок. Если вы форму измените, более крутую или более открытую, например, вот сюда можете сделать. Посмотрите. Вот так. У вас будет изменен все. Вид у вас будет весь изменен. Ну, классическое. Это классическое. Сначала рисуется задняя часть, первая, потом рисуется вот эта часть, закрывушка, и потом рисуются наши лепесточки. Это мы уже уяснили. Листики могут быть нарисованы как по центру, так и с боков, например. Вот так, с бочков. Здесь можно показать бутончик, достаточно крупный, поскольку у нас крупный цветочек. И теперь мы рисуем середину. Середина может быть показана в виде тычков двухцветных, также каких-нибудь усиков. Теперь мы берем и отсюда вынимаем наш бутончик. Получается средние цветы. Это средний цветок. Средний цветок с бутоном. Например, вы можете показать цветок, это, например, с двумя-тремя лепесточками. Если мы нарисуем просто бутон без внутренней части, маленький бутон будет. То есть вот так у нас идет преобразование. Что мы можем здесь добавить? Мы можем добавить сюда место, точек внутри. Мы можем добавить какие-то выносные усики. Мы выносим. Также они могут быть и здесь показаны. И здесь также. Также мы можем добавить какой-то элемент. Например, мы можем добавить здесь более плотные. Еще лепесток, который дает плотность. Сначала он рисуется, а потом уже вот эти большие лепесточки. Потом мы можем дать зеленым цветом какие-то усики. Например, вот как. И они также здесь могут быть показаны, как на примере розы. Вот так. То есть мы все время, когда мы что-то добавляем свое, мы все время ориентируемся, чтобы они были как из одного ключа, эти цветы. Следующий цветок с бутоном, который легче рисовать на себя. Например, это мы делаем какую-то форму каплевидную. Делим ее пополам. То есть каплевидная форма это шарик. А дальше здесь мы уже рисуем нашу бутон. Вот это вот листики. Мы можем закрыть. Мы можем сделать более пузатые листья. А также мы можем сделать их вытянутыми острыми листочками. То есть здесь мы можем добавить листья другого характера. Самое главное, все листья, которые идут вокруг нашего цветка, они все идут в одну точку. Вот сюда. Это самое главное. Ну, а здесь мы развиваем свою историю. Мы можем разделить на неравные части и дать сюда какие-то завиточки. А также мы можем сформировать бутон. И у нас получится здесь бутончик. Длинный. То есть получается, что эта часть бутона у нас одинаково, только более острая, а здесь еще добавочная. То есть мы с этим можем играть. И тут же мы от него находим какие-то свои интересные цветы. Например, мы можем сделать капельку. Закрыть вот так. Сделать на три листочка. Это наш средний будет цветок. А также мы можем его разбить. И показать что-то внутри. Это средний цветочек. Здесь тоже мы можем закрыть лепесточками. Или сделать маленький бутон. Например, идет капелька, бутон. И на две или на три или на одну вот эту обхватывающую линию. Вот таким образом у нас происходит трансформация наших цветочков в бутоны. И добавочные какие-то свои элементы. А также мы можем этот бутончик, который у нас есть, нарисовать в более развернутом виде. Например, у нас может быть вот такие бутоны. Вот. Как тазик. Рисуем заднюю часть, потом переднюю. У нас вот такой вот будет бутон, например. Они обычно, такие бутоны, нужно делать несколькими, превращаются в дополнительные красивые цветочки. То есть из этой чашечки у нас будут уже здесь такие вот двойные цветочки. А также мы можем сформировать здесь такую связку. Например, у нас будет три цветочка вместе. Даем направление. Разный угол. Цветочки произвольные. Классические. И тут же мы даем наш бутон. Вот этот вот. Вот. Формируем два бутончика прямо от нашей связочки из цветов. Цветочки мы можем прикрыть листиками. Получается вот такая вот треугольная вещь. Здесь мы можем выйти на маленькую папоротничек. То есть сформировать целый вот такой треугольный вид построения наших цветов. Теперь поговорим, как сформировать из этого букет. Мы на курсе проходили это. Немножко мы поэкспериментируем сегодня. Мы отойдем от края по полтора сантиметра. По бокам два сантиметра. Сделаем чуть-чуть поуже границу. Разделим лист пополам по вертикали и горизонтали. И делаем горизонтальную композицию. Итак, у нас мы будем находить здесь наши цветы. Вот в этой части большие. Один цветок у нас будет вписан вот сюда. Таким образом, чтобы немножко заезжал за первый, второй квадрант. То есть вот сюда немножко, чтобы он заезжал. Вот этот цветочек мы находим. Первый. Ну и формируем из него то, что мы с вами нарисовали. Какой цветок у нас. Вот такой будет цветок. Вот. И второй рядышком. Как сделать, чтобы он был более плотный? Ну вот мы отходим на длину лепесточков. Например, вот этот лепесточек, вот этот. И делаем капельку. Капля может немножко выходить, но сильно не надо. Наверное, надо вот так сделать ее. Вот так. Поплотнее, чтобы они друг с другом связаны были. Мы сделаем какие-нибудь вот таким образом цветочек. А здесь мы уже распределяем. Значит, вот эти элементы нам нужно здесь нарисовать. А отсюда элементы в противоположную сторону. Поэтому мы можем здесь нарисовать наши бутоны. Значит, самое главное, у нас не должно быть далеко. Они не должны отходить, потому что ножка далеко, которая отходит, очень некрасиво потом смотрится. Вот так. У нас там шарик будет. Вот так. Хорошо, плотненько смотрится. С этой стороны мы делаем связочку из цветочков. Простых. Вот. И бутончиков каплеобразных. Вот так. Можем даже сюда что-то нарисовать. Мы также можем здесь нарисовать элементы осени в виде плодов. Вот можете плоды сюда вписать. Но давайте мы сначала листочки распределим. У нас листочек просится. Листочки основные, базовые. А потом уже можем сделать, например, плоды. Тычком можем нарисовать плоды. Черемухи. Вот, извините. Так, что-то я забыла. Например, плоды черемухи. Можем сюда, можем двойном сделать. Здесь два плоды черемки. Можно сюда. Можем нарисовать красную смородинку сюда. Тычком. Вот. И сюда можем нарисовать. Посмотрите, как она. Формируется букет. Один выше. Здесь вот два пониже. Сюда. Ну, а дальше мы уже идем и формируем листочки. Листочки могут быть обязательно деленные пополам. По массе определяем. Мы можем сделать листики. Самые простые мы без сложения будем рисовать такими простыми листочками. Ну, и дальше у нас пойдет травка. Сейчас я беру лист бумаги и буду рисовать эту же самую композицию без своих чертежек. Нахожу массу одного цветка, второго цветка. Прорисовываю. Может, чашечку какую-нибудь дам интересную. Вот так вот. Здесь мы рисуем наши два бутона. Вот сюда. Здесь листочек тоже просится. Сюда мы сделаем направление для черемухи. Здесь листочки. Вот так. Листь цветы. Раз, два, три. И два бутона. Вот так. Листик. Здесь один листик у меня вышел. Листочек. Вот сюда. Сюда мы можем плод черемухи дать. Ну, а дальше мы уже посмотрим, как, где нам требуется что-либо. Начинаем с вами вот с этого бутона. Вот сейчас я его начну рисовать. Вот слева направо. Подбираем кисточки. Дело в том, что если вы подберете правильно кисточки, у вас с этим не будет никакой проблемы. Я буду рисовать с синтетической кисточкой номер 10. Или можете брать, например, белочку. Я буду попроще брать. У меня будут те же кисточки, которые я всегда традиционно рисую. Кисточка номер 8. Кисточка номер 6. Кисточка номер 3. Кисточка номер 2. Так, где моя двоечка? Вот мои рабочие кисточки, которые мне сегодня пригодятся. Можно выбирать разный фон. Можно сделать монокомпозицию. Можно использовать какие-то неожиданные совсем цвета, которые вы можете здесь воплотить в жизнь. Потому что необязательно обращаться именно к таким цветам, которые у нас традиционно есть. Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кроме всех уроков, вы также получите полную запись вебинара к настоящему курсу. Вы можете приобрести курс по ссылке в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь давайте продолжим с первым уроком курса. Например, цвет цветок синего цвета. Давайте я возьму горчичного цвета. Мне кажется, будет очень интересно посмотреть, как нарисовать цветок горчичного цвета. Сейчас белила. Сейчас белила. Так... И здесь у меня будет желтый цвет, еще добавочный. Как кадми лимонный. Сразу же мы можем здесь и кадми желтый, средний сделать. Посмотрим. Вот чем отличаются авторские курсы от того, что мы с вами тренируемся и рисуем в своем хулиганском ключе, как говорится. Возьму белый цвет. Потом соединю с охрой для того, чтобы цвет был посветлее. Иначе они очень по цвету близки и будет, не будет такой красивой растяжки. Ну, я так думаю. По весу. Все-таки мы должны иметь разные весовые категории. Подходим и рисуем. Сначала я бы рекомендовала вас всегда делать с центра. Раз. И у нас должен идти в эту точку. То есть мы эти прописные истины мы не забываем. Вот так у меня получился такой вот цветок. Теперь я хочу сделать в обратную сторону лепестки. Но дать немножко тональность. Возьму желтый тональность и там вот отсюда лепестки. Раз. Так, меняем направление, меняем. Вот так. А теперь я хочу взять наоборот. Белым цветом сделать посветлее однотонный наш охристый цвет. И добавить желтого цвета на кончик. Вот так. Чтобы завершить нам интересную вот такую линейку. Или может быть лимонного цвета. Посмотрим. Лимонный, наверное, лучше будет. Он более яркий. Более звонкий. Вот такой интересный получился у нас цветок. Совсем необычный. Естественно, что он должен повторить здесь. Поэтому я сразу делаю задние бутоны. Меняю местами. Не обязательно. Вы можете взять голубой цвет или сиреневый. То есть здесь принимается композиция в любом вашем обличии. То есть как вот вам интересно поработать с этим оттенком. Со своим. Вы можете в коричневых тонах взять. Можете в красных тонах взять. Бордовых. Вот с деда можно нарисовать орешек. Потому что он очень хорошо подходит по текстуре своей. По характеру. Осени. Если мы говорим об авторском курсе. Вот. Теперь мы вымываем кисточку. И нам нужно сделать соседний цветок. И для этого нам нужно подобрать цветовую гамму. Цветовая гамма здесь хорошо ляжет в оранжевых тонах. Это близкие. Это хорошо ляжет здесь в фиолетовых тонах. Сейчас я вот рассматриваю фиолетовый тон. Но у меня здесь бордового маловато. И поэтому у меня цвет такой более... А вот сейчас добавлю я бордового цвета. У меня здесь есть... Секундочку. Уберу здесь. Испачкалась немножко. Так. Сейчас я добавлю бордового цвета. Свои фиолетовые. Может быть фиолетовым цветом поработаем. Значит, коричневые тона предполагают рядом с собой... Синие цвета очень любят. Это такой рекламный ход. Синие, синие, производная синего, фиолетовый цвет. Ну, давайте попробуем и возьмем вот такой цвет. Нам нужно белый цвет взять. И еще хочу взять оранжевый. Ну, вот посмотрим, что из этих цветов получится. Берем белый. Цвет. Так, цветочек поворачиваем так, чтобы он смотрел на меня. Потому что я хочу его сделать. Как здесь нам рисовать? Я, наверное, сначала сделаю с левой стороны, а потом уже... Ой, с правой. А потом с левой стороны вот этот вот завиточек. Так. Мне нужно сделать, чтобы белый сбоку не торчал. Потому что если он будет торчать, тогда он сольется. Цвет бумаги-то у нас. Никуда не делается. Вот. Теперь возьму немножко оранжевый и наш такой фиолетовый. Даже какой-то не фиолетовый получился. А так как у меня смешение красок, получается очень интересно. Интерпретация такая. Вот такой цвет интересный. Значит, сейчас я сразу же этим цветом буду делать бутоны с одной стороны. А с другой, там, например, более оранжевый цвет. Вот, если вы владеете красками, то и кистями, я думаю, что здесь не сложно как-то поработать с этим. Только здесь сложно найти какие-то свои цветовые предпочтения. Может, поплотнее давать цвет. Больше вишневого. А может быть, здесь больше вишневого. Вот сюда дать нам. Вот так. Вот такая история у нас вышла. Здесь можем еще и дать темненький лепесточек какой-нибудь. Вот. Вот появился такой необычный цвет. Кисточку я вымываю, так как она мне теперь не пригодится. Большие вещи мы с вами нарисовали. Возьму кисточку номер 4. Для того, чтобы нарисовать наши средние цветочки. Средние цветы у нас, вот здесь вот, листья у меня будут с голубым оттенком, а эти давайте мы пустим и нить красным оттенком. Красно-оранжевый. Беру кадмий. Кадмий красный светлый, набираю белый цвет. И набираю красный цвет. Так как я повернула сюда, мне нужно сделать наши лепесточки. Они на меня смотрят. Так, два цветочка и третий. Насколько я считаю, что здесь для авторского какого-то курса очень важно владение кистями и цветоведение. Поэтому, если вы найдете свой цветовой оттенок, тот, который вам очень нравится, для данного, например, продолжения своего авторства в этом виде народного искусства, вам будет гораздо интереснее работать в каком-то своем, таком новом ключе. Это является толчком к созданию каких-то своих интересных ходов. Ну, а я поменяла кисточку на номер 3, для того, чтобы начать рисовать листочки. Для того, чтобы начать рисовать листочки, так, мне нужно голубые оттенки. Значит, самый большой оттенок. Итак, платформу меняю. Она мне уже мешает. На ней места нету. Беру, конечно, беру ультрамарин. Вот так, вот так. Потом беру чистый изумрудный цвет, потому что он холодный. Коричневый цвет. У меня есть разные коричневые. Я возьму вот капут мордом. Так. Конечно же, нам нужно взять охру. Яполитанскую желтую и белую. Посмотрим, что из этой гаммы у нас выйдет. А, у меня еще есть... О, у меня есть небесно-голубой цирулиум. Я думаю, его тоже надо добавить. Вот так. Вот. И вот теперь мы будем определять наши листики. Сначала я сделаю листочки вот здесь, на конце. Вообще, старайтесь всегда рисовать от центра к краю. Но иногда хочется вот уяснить вот эту часть. Берем от светлого цвета. Видите, вот здесь светлый цвет. Мы не берем самый темный оттенок. Берем, например, голубой. Вот. Сюда уже возьмем зеленый. И белый. Ну, к примеру. Вот сюда. Точно так же я хочу сделать здесь. Половинку. По половинке сделать здесь. А здесь я сделаю наоборот. Вот так. Вот таким образом. Неплохо смотрится. Теперь нужно сделать с другой стороны. Я возьму синий цвет. Ультрамарин. И начну с него делать. Потом сделаю голубой цвет. Небесный и белый. Посмотрим, хорошо ли это будет смотреться. И веточку сразу запускаем. Так, смотрим. Вот так. Получилась вот такая вот красивая веточка. Вот теперь таким цветом мы сделаем здесь смело. С правой стороны синим цветом. Потом переходим в голубой. И в белый. Что-то даже не хочу охру сюда применять. А с другой стороны у нас идет голубой цвет. Потом изумрудный. Ой, красный цвет испачкала. И в белый немножко. Так, голубым цветом мы можем сделать. Вот так, серединку. Да, хорошо смотрится. То же самое мы сделаем здесь. А посмотрим. Может быть у нас и хорошо будет смотреться, если мы будем делать все листочки в одинаковом цвете. Тогда может быть это такая вот будет интересная гамма. Родится у нас. Во-первых, у нас цветы такие пиострые. А здесь у нас листья как бы пестрые. В то же время они у нас будут смотреться в едином стиле цветовом. Вот так. Неплохо. Давайте здесь посмотрим. Трамарин растягиваем. Трамарин растягиваем. Очень хорошо идет в этом плане вот эта вот беличья кисточка номер 3. Великолепно. Здесь можем вытянутый листик сделать. вот здесь как раз охру можно добавить. Вот так. И синим цветом по центру проводим линию. Тоненькую, изящную. Подходим к этому краю. Здесь более зеленый цвет. Даю больше. Чтобы он проявился, я добавлю белила. Сначала даем большие листья. Так, хорошо смотрится. Теперь идем в противовес. Нам обязательно нужно думать о том, что мы будем делать в противовес. Здесь у нас просится цветок. Сейчас мы добавим на палитру красочки. Зеленый цвет берем. Зеленый он у нас не видим. Мы берем белого цвета. И сразу голубого. А здесь синего цвета. Не видно синего цвета. Побольше утрамарина. И второй бачок мы как бы сглаживаем. Вот так. Иногда пестрота и не нужна. Зеленый цвет берем в Альфора. Открываем. Вот так. Вот так листик согнули. Теперь мы не будем делать сразу же травку, а сделаем с вами веточки коричневым цветом, на котором нарисуем плоды. Так, у меня здесь одна веточка. Тоненькая берем. Сюда. Сюда у нас две веточки. Вот таким образом. И будем рисовать тычком. Для тычка нам нужна ватная палочка. Секундочку. Выбираем с хорошим окончанием ватную палочку. И теперь берем наш цвет. Какой нам взять цвет? Дело в том, что это черный цвет у черемухи, а мы возьмем его напополам с циррулиумом. Чтоб не был такой цвет яркий. Темный совсем. И делаем с двух сторон. Макаем по центру. Сначала делаем с внутренней стороны. Очень близко к веточке. Друг до друга они не дотрагиваются, а до веточки могут дотрагиваться. Окончание мы сейчас не будем делать. Красиво смотрится. Можно с ультрамарином сделать, можно с вишневым цветом делать. И можем завершить на нет. Вот так. Как мы это делаем? Кто изучал хохолому? Если у нас здесь с одной стороны мы можем от начала до конца поставить очки, а с другой стороны нет, нам приходится ограничиться. А там уже дорисовывать какие-нибудь травинки. Так же можно декоративные ягодки ставить, как плоды у ландыша. Если мы делаем две линии, сначала мы с внутренней стороны ставим. Так. До конца не ставим. С другой стороны. Здесь мы отходим от края. Так. И окончание. Вот так. Вот. Это мы сделали. Такого цвета нам где-то нужно еще, может быть, что-то добавить. Теперь мы берем тоненькую кисточку и добавляем веточки. Вот сюда веточки. Так. Здесь у нас веточки. Какой-нибудь здесь вот так поставим. Вот. Теперь даем разживку внутри нашего цветочка. Какая же нам разживку-то дать внутри нашего цветочка? Мы можем здесь дать белые линии и, например, на кончик оранжевой капельки или красным. Давайте красно-оранжевой капельки. У нас же красный цвет есть, поэтому он должен где-то нам сыграть. Тоже два цвета получается. Вот так. В бутонах тоже можем это добавить чуть-чуть. Внутри. Вот так. Без веточек. Можем на веточках посадить. Теперь делаем внутри разживку наших бутонов. Здесь уже не обойтись без коричневого цвета. Давайте коричневый цвет. Покажем маленькие такие веточки, которые выходят из нашего бутона. Так. И здесь также сделаем. Вот здесь нам нужно взять белый цвет внутри, поскольку у нас белого цвета. В средней части мы покроем белым цветом. А выйдем, сделаем, например, оранжевый цвет. Вот так. Вот здесь также можем оранжевым на выходе. И белым вот здесь в начале. Вот так. Каждый раз, когда мы что-то делаем не так, как мы привыкли, мы наблюдаем за этим и смотрим, подходит это, интересно ли нам. Если это нравится, значит, мы это запоминаем. Теперь нам нужно сделать серединки наших цветочков. Серединки мы можем сделать фиолетового цвета, поскольку у нас он есть в нашей работе. Мы закрасим фиолетовым цветом наши серединки. И пока они еще не высохли, добавим сюда, например, охристый цвет. Мы можем как-нибудь по кругу дать. Вот. Я думаю, что это будет достаточно. Не нужно, чтобы они очень сильно выделялись. Вот у нас с вами здесь испачкалась красочка. Я здесь подправлю, где у нас испачкалась. Вот. И теперь нам нужно поставить точечки на наших бутонах. Значит, я сюда беру цвет охры. Вот сюда добавлю, например, зеленого цвета. Ставлю точечку. Раз. И сюда так же. Вот. Потом сюда бутоны, например, с синим цветом охра с ультрамарином. Вот так, бутоны соединили. И нам осталось только нарисовать нашу травку. Травка у нас будет коричневая, лимонно-коричневая, лимонно-охристая. Такая, которая нам всегда подходит. Значит, я подхожу сначала и рисую от центра. Во-первых, нужно зафиксировать нам наши элементы бутона. Поддержку дать. Здесь сделали одну поддержку. Вторую. Внутри сделали поддержку. Теперь делаем здесь поддержку. Здесь может быть коричневый цвет. Более желтый цвет. Можем что-то здесь, какие-то травинки придумать желтого цвета. Более оранжевые. Сюда можем точечками поставить. Здесь будет более оранжевое цветовое пятно. Можно даже с красненьким цветом дать. Можно дать какие-то точечки. Здесь тоже красный цвет бросится, потому что красный цвет у нас есть на противоположной стороне. Здесь поосторожнее рядом с носиками. Потому что мы можем их переиграть. Поэтому травку мы здесь не делаем. Здесь немножко красненько-оранжевого цвета даем. Потому что он просится. Возвращаемся к центру более желтым цветом. Потому что у нас здесь желтый цвет на перекличке идет. И теперь уже мы можем посмотреть нашу картинку. Все целиком, чтобы нам посмотреть, где нам не хватает. Нам явно не хватает здесь каких-то травин. Не обязательно много их ввести здесь. Мы можем одну травинку ввести. И на ней какие-то точечки поставить. Лучше меньше, чем больше. Поэтому старайтесь делать элементы какие-то добавочного характера. Как точечки, усики. Это гораздо смотрится лучше в изделиях. Это всегда дает и сохраняет нам чувство воздуха. Ощущение воздушности. Потому что если мы сделаем тяжело нашу форму композиции, она будет уже плохо читаться. Она будет очень раздробленная. А так как у нас здесь такое яркое многоцветие, такое веселое разноцветное сочетание, то почему листики я стала делать практически одинаковые все листочки, потому что это дает сдержанность формы. Если мы сделаем очень пестрые листья, очень пестрые цветы, вся композиция просто, как художники говорят, развалится. Ну вот, желаю вам успеха. И, конечно же, спрашивайте. И при сдаче домашнего задания можете задавать свои комментарии, вопросы, что у вас получилось, чтобы мне вам в дальнейшем показать, поддержать вас. И желаю вам удачи. И не забывайте, что вы можете приобрести полный курс, а также все курсы, которые мы создали и создадим для вас, по ссылкам в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также в описании под видео вы найдете ссылки на наши профили в PayPal, Revolut и Patreon, с помощью которых вы можете поддержать нас, сделав пожертвования любого размера. Спасибо всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok